Экономика Кыргызстана признана одной из самых открытых экономик в мире с демократичным и открытым обществом в Центральной Азии. Сегодня страна стремится создавать условия для ведения бизнеса, привлекая инвестиции, как зарубежные, так и развивая внутренние вложения. Большой интерес проявляют инвесторы к горнорудной промышленности, туризму, сельхозпереработке, IT-сфере, банковскому делу, энергетике и возобновляемым источникам энергии. Если остановиться на последнем, то сегодня большой интерес инвесторов направлен именно на энергетический сектор. Десятки проектов в области традиционных энергетических ресурсов и зеленой энергетики сегодня реализуются с участием привлеченных капиталов. Буквально на этой неделе на полях Международного экономического форума на Иссыкуле было подписано крупное инвестиционное соглашение с китайской компанией. Таким образом, в течение семи лет на реке Нарын появится еще один энергообъект – Казарманский каскад ГЭС. Общая мощность Казарманского каскада ГЭС – 1160 мегаватт. Включать будет в себя 4 гидроэлектростанции. Алабуга ГЭС – 600 мегаватт, Карабулон-1 ГЭС – 149 мегаватт, Карабулон-2 – 163 мегаватт, Товустура ГЭС – 248 мегаватт. Общая сумма инвестиций предварительно от 2,5 до 3 мегаватт. Вырабатываемая мощность объекта будет практически на уровне самой большой в стране – Токтогульской ГЭС. Энергосистема очень добавит большую мощность – это 1160 мегаватт. Это сравнение с Токтогульским ГЭСом – это почти на уровне. И мы подписали дорожную карту, которую мы, естественно, начнем разработку технико-экономического обоснования. И мы начнем строительство данного каскада. Заключенное инвестиционное соглашение является крупнейшим за всю историю Кыргызстана под руководством главы государства. В данное время проводятся переговоры по десятку других проектов такого же масштаба. В ближайшие годы мы не только восполним дефицит производства электроэнергии, а уверенно выйдем на мощности, позволяющие нам зарабатывать сотни миллионов долларов в год на экспорте электричества, отметил глава Кабмина Аклбек Виапаров. Бизнес – это двигатель прогресса, а технический прогресс – его ключ. Экономические отношения способствуют укреплению международной стабильности и безопасности. Мы стремимся создать все условия для привлечения инвестиций в нашу страну, которая обладает большим потенциалом для развития гидроэнергетики, туризма, сельского хозяйства, IT-технологии. Мы открыты для инвесторов. За последние годы в страну пришли десятки иностранных инвесторов, в том числе для реализации крупных проектов. К примеру, турецкая компания по производству лифтов вот уже больше пяти лет работает на рынке Кыргызстана. Само производство организовано в Стамбуле и в Бурсе. Сюда налажена поставка деталей и комплектующих. Мы начали работать в Кыргызстане в 2018 году. Начинали с малого. Сейчас уже увеличили производство и поставку лифтов. Здесь мы полностью собираем лифты для заказчиков. В период пандемии работа приостановилась. Сейчас же мы полностью восстановили бизнес. У нас стало больше заказчиков не только в Кыргызстане, но и в России, Казахстане и других странах Центральной Азии. Многих турецких инвесторов в Кыргызстане больше всего и привлекает сфера строительства медицины. К примеру, строительство реабилитационного центра на Иссыкуле, туризма и многое другое. Наша же компания намерена расширяться и увеличить приток инвестиций. Лифты, установленные во многих известных отелях не только в Кыргызстане, а по всей Центральной Азии, поставляют в Европу и Африку. Сейчас в Кыргызстане занимаются только сборкой лифтов, но на следующий год инвестор планирует открыть здесь филиал турецкой компании и начать полноценное производство лифтов. На первоначальном этапе, в зависимости от спроса рынка, будут выпускать более 100 лифтов в месяц, экспортировать в страны Центральной Азии и Россию. Примечательно то, что лифты будут выпускаться под маркой, сделанной в Кыргызстане. А этот завод в Кыргызстане является единственным по производству керамических плит. Начал работу в 2016 году посредством китайских инвесторов. Произведенный кафель идет на экспорт в Казахстан и Россию, а также покрывает внутренний рынок. На основании государственного постановления о поддержке предпринимателей, ввозимое оборудование и сырье полностью освобождают от таможенной пошлины. От этого завод только в прошлом году заработал больше 26 миллионов сомов, став крупным налогоплательщиком. Качество нашей продукции отвечает всем международным стандартам. Мы работаем с рынками Казахстана и России, а также отправляем в регионы Кыргызстана. Сейчас увеличили штатную численность. Все сотрудники местных жителей запустили вторую линию производства. Создание налоговых послаблений и благоприятного инвестиционного климата – это еще и организация возможности диалога предпринимателей. Такой площадкой как раз становятся международные инвестиционные и экономические форумы. Только на этой неделе на Иссыкуле прошли сразу несколько бизнес-встреч и, как итог, десятки заключенных соглашений. Люди не приходят на форум, чтобы просто подписать документы. И такого рода работа, она не делается за один день. Была проведена кропотливая работа для того, чтобы привести разные заинтересованные стороны под единую крышу, чтобы люди нашли общий язык, общие интересы и в итоге дошли до подписания конкретных договоренностей. Наша задача – это создать устойчивую платформу для предпринимателей, потому что мы понимаем, что успех любой инвестиционной сделки, он в любом случае всегда останется за предпринимателем и инвестором. Роль государства сводится к тому, чтобы создать очень благоприятный инвестиционный климат и обстановку, где предпринимателям будет комфортно работать вместе. То есть наша задача – это просто открыть двери, подставить свое плечо, предоставить поддержку. Успех будет или нет, всецело зависит от предпринимателей, которые ведут сделку от начала до конца. По данным надстаткома, приток прямых иностранных инвестиций только за полугодовой период составил свыше 170 миллионов долларов. При этом приток превысил уровень оттока на 80 миллионов долларов. Больше всего инвесторы направляют средства в Чуйскую область и город Бишкек. Также лидируют Таласка и Нарынская области. Основные страны-инвесторы – это Китай, Турция и Россия. В условиях геополитической ситуации в мире интерес к нашему региону еще больше возрастает, как с запада, так и с востока, с юга и с севера. И нам этим интересом нужно воспользоваться и предоставить максимально гибкие и благоприятные условия для ведения бизнеса по сравнению с нашими соседями в регионе. Потому что конкуренция в регионе тоже растет. В Казахстане, в Узбекистане мы с вами видим, насколько прогрессивные либеральные реформы для ведения бизнеса проводятся. И нам нужно тоже поспевать за этим и быть конкурентоспособными. В республике создана относительно либеральная законодательная база в отношении защиты прав иностранных инвесторов. Основные принципы государственной инвестиционной политики, направленные на улучшение инвестиционного климата и стимулирование привлечения отечественных и иностранных капиталовложений устанавливаются законом, который также регламентирует отношения между государством и инвестором. Поэтому, как отметил глава кабинета министра Факлбек Джапаров, Кыргызстан открыт для инвестиций не 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а 25 на 8. Надежда Усова, Бекджан Туктусуна, Фалато, 24. Итоги недели.